Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Артур! Артурчик! Артурчик, ты где? Ты где? Артурчик! К детективам обратилась Татьяна Дмитриевна Леонтьева, бывшая учительница Димы. По телефону она рассказала, что у нее пропал сокол. Татьяна Дмитриевна, а может вы и окно забыли закрыть, и птица сама улетела? Да что вы, холод-то какой! Я прилетела, так отопление даже посильнее сделала. Вы присаживайтесь. Спасибо. Да уж, король Артур. Важная птица. А почему вы думаете, что ее все-таки украли? А что я должна думать? Привязь-то перерезана. Ну, веревочка, чтобы он по дому не летал. Тортик-то ешьте! Да это еще успеется. Как вы думаете, кому понадобится ваш сокол? Как кому? Птица-то специально обученная, ловчая. Она денег огромных стоит. Ну, это еще проверить надо. А в полиции вы уже были? Да я была в полиции, но толку никакого, потому что замки-то в доме целые. Все, адьо. Ну, напишите заявление. Ну, это же для отмазки, как молодежь говорит. Ну, что ж, Татьяна Дмитриевна, давайте мы прямо сейчас поедем к вам и на месте все осмотрим. А, прямо сейчас не получится. У меня еще дельца одно небольшое в городе. Часам к трем приедете? К трем. Договорились. Ой, отлично. Спасибо. Я провожу. Как она сказала, поселок Пионер? Да. Ну, это примерно в часе езды отсюда. Ладно, пока у нас есть время, соколики мои, ищите информацию об особенностях соколиной охоты. Хорошо. Да, ничего себе, училка дома отгрохала. Ну, она теперь директор лицея. Прям не верится. А сокол-то ей зачем? Ну, она же сказала, для охоты. Ты что, знаешь, как это круто? Сокол-сапсан – самая быстрая птица в мире. Он, когда жертву атакует, у него скорость примерно, как у гоночного болида. Ну, километров, наверное, триста. Она его сама охоте обучала? Ну, дрессировать она умеет, уж поверили. Да. Алло, Татьяна Дмитриевна, ну, мы подъехали. Понял. Только у вас там собака лает? Привязана? Ну, хорошо, мы заходим. Вот, проходите. Вот тут Артурчик мой и жил. Скажите, а ваше отсутствие кто птичку кормил? Костик, муж мой. А как он относился к птице? Ой, он и сейчас замечательно относится к птице. Он сейчас бы вам целую лекцию о соколиной охоте прочел. Он же историк, причем известный. А когда вы спали, муж ваш где был? Муж? Да вы что? Да он совершенно здесь ни при чем. А потом у него мама заболела, он к ней уехал. Угу. Черт, незадача, а. Телефон разрядился у вас. Зарядки нет случайно, а? Угу. Поищем. Ага. Вот такая вот. Ну, то, что надо, спасибо. Угу. Скажите, а кроме вас и мужа, у кого еще есть ключ от дома? А, ключ. У сына, у Дениса. Только он женился недавно, сейчас здесь не живет. А вы мне скиньте номер его телефона? Да сколько угодно. Только он к этому не имеет отношения. А кто имеет? Призрак. Между прочим, этот призрак очень хорошо осведомлен. Он знал о вашей командировке и о том, что вы днем будете отдыхать. Точно. Вот мерзавец. Это Шавкат. Шавкат ремонт у меня тут делал. Точно он слышал про командировку. Вы думаете, он мог сделать дубликат ключа? А почему нет? Кто-то недавно не говорит, я хозяйк на обед и пропал. Какой там обед у него? Булку пожрать. Да, вы мне его номер телефона тоже скиньте. Да, да, да. Ну что, дозвонился в Шавкат? Нет, все утро звоню, не отвечает. Продолжай, продолжай. У тебя что интересного есть? У меня прям братьевский сериал. Вчера вечером к Татьяне Дмитриевне зашла ее невестка Ольга. Вот, смотрите. Ну, слушаю тебя. Ольга, будьте человеком, Татьяна Дмитриевна. Дубак-то какой. У Дениса температура не падает совсем. А Дениса отсюда никто не водит. Это его дом. Можете объяснить, почему меня-то так гнобите вы? Отойди, мешаешь! Веселить мне вас тут негде. Комняты у меня все заняты. Можно же как-то Артура уплотнить, чуланчик ему какой-то отвезти. Сейчас, чуланчик. Ты у меня первая в чуланчик загремишь. Ну, знайте. Не хотите по-хорошему, будет по-плохому. Нам нужно две комнаты, мне одну с Денисом и вторую девочкам. Мы собираем вещи, а вы что хотите, то и делайте. Слушай, ты мне угрожаешь, что ли? Дрянь ты такая! Да я в полицию позвоню. Твоей ноги в моем доме не будет. Да вызывайте! Вот смешно-то будет, в цирк ходить не надо. Только Денис здесь прописан, а я его законная жена. Подивиться с Нору, надо бы с ней поговорить. Игорь Петрович. Алло, Шавкат? Я Татьяна Дмитриевна, нужно встретиться. Да, диктуйте адрес. Ань, посмотри сайты. Мне интересует рынок ловчих птиц. Где купить, как продать и так далее. Хорошо, сделаю. Дима узнал, что сейчас Шавкат работает у соседей Татьяны Дмитриевны. Добрый день, меня зовут Дима, это я звонил. Скажи, пожалуйста, ты в понедельник чем занимался? В понедельник я ездил на рынок. Ну, а далеко ездил? Далеко. Два часа ездил туда ездил, два часа обратно ездил. А подтвердить кто-то может? Да, может сказать, хозяин может. А позови меня, пожалуйста. Татьяна? Что-то пропал? Да, птица. Сокол. Аллах наказал. Я работал, а Татьяна денег не давал. Ну, Дмитриевна. Игорь Петрович созвонился с Денисом и договорился о встрече. К детективу Игоря Лукино обратилась директор школы Татьяна Леонтьева. Из ее загородного дома пропал охотничий сокол Артур. Детективы убедились, что взлома не было. Значит, совершить кражу мог только кто-то из родных. Под подозрение попадает невестка Татьяны Дмитриевны, Ольга. Она собирается переехать в дом свекрови вместе с мужем и детьми. Здравствуйте. Не заперта у вас? Опять Оля не закрыла. Кстати, а где она? У бабушки и девочки тоже там. А что у вас холодно так? Да. Хозяин сдал недорого комнату еще летом. Обещал отопление к осени провести, так до сих пор не сделал. Вот сидим, мерзнем. Переезжать собираетесь? Самое время. Да, к моей матери переезжаю. Ну и как она? Не против? Рвет и мечет. Но у нас выхода другого нет. Хозяин сказал, что до лету стройку отложил. Что ж она, родного сына пускать не хочет на порог? Понимаете, мама думает, что Оля вышла за меня замуж для того, чтобы ее денежки загробастать. Терпеть ее не может. Чуть ли не в лицо старухой называет. Старухой? Да, у Оля старше меня на семь лет. Еще у нее два ребенка от первого брака. Мама говорит, взял тетку с прицепом, твои проблемы. Я ее к себе не пущу. Ну да. А как насчет квартиру снять? Да вы что, не потянем. С йогой сейчас не ахти. Оля в кассе работает на станции. Нет, на еду нам хватает. Так надо на что-то еще девочек одевать. Так что. Ну, удачи вам. С переездом. Спасибо. А скажите, а как там мама? Сильно переживает-то за сокола? Да, конечно, сильно. Ну, до свидания. До свидания. Странный парень этот Денис. Ну ладно, давайте к делу. Как вы думаете, могла Ольга украсть птицу? Ну что, девушка она с норовом. Мотив у нее имеется. Деньги. Есть еще один мотив. Понять его сможет только женщина. На пакости цвекрови? А почему бы и нет? А главное, дети. Кто им запретит погладить такого красавца? А сокол, между прочим, своими когтями разделяет целого зайца. Что же там говорить о детских ручках? Да и вообще опасно. Хищник в доме. Ну, если все так, как говорит Аня, то Ольга птицу давно уже выпустила. Да. Лично я бы так и поступил. Ты как думаешь, соколы домой возвращаются? Игорь Петрович, ну это же не кошки. У сокола один дом лес. Если он начнет охотиться, про хозяина он может и забыть. Ну, пожалуй, ты прав. Вот если бы я был Олькой, что бы я сделал? Вот что, Ань. Посмотри-ка ты в интернете. Никто в нашем городе сокола не продает. Хорошо. А за Ольгой надо последить. Последим. По поручению Лукина, Дима установил наблюдение за Ольгой. Ну что, как твои раскопки? Да пока не очень обнадеживает. Знатоки продают и покупают таких птиц через местный клуб сокольников. Но Ольгу там никто не знает. И частных объявлений о продаже сокола тоже нет. Вот. Ольга сегодня выкинула на помойку. Ну и при чем здесь эта клетка и сокол? Как при чем? Потому что сокола в клетках не держат. Ну, Ольга могла об этом не знать. Ну, могла. А я знаю, кого держали в этой клетке. Алло, Ольга? Это частный детектив. Моя фамилия Лукин. Я занимаюсь розыском сокола, который украли у вашей свекрови. Да, здрасте. Скажите, а что случилось с вашей морской свинкой? С Пушей? Вот черт, откуда вы знаете? Ну, это не важно. Она сбежала из клетки, выбралась на улицу как-то и потом вернулась со сломанной лапой. Прожила еще два дня и сдохла. Спасибо большое, Ольга. До свидания. Ну, как? Холмс? Ворсинки там. От шерсти морской свинки. Смотрите, Ольга с Денисом разговаривает. Дэн, ну подумай сам. Нам совсем невыгодно ссориться с твоей мамашей. Она отходчивая, Оль. Повоюет и перестанет. Не верю. Тетка-то она душевная. Но будешь лезть на рожон, мало не покажется. А что делать? Квартиру мы не потянем. Или ты забыла? Динь. Я тут одну квартирку присмотрела. В городе. Далековато, правда. Часа полтора мне до работы. И девочек придется в садик возить. Ну, ты ведь отвезешь? Зато цена сходная. А есть мы что будем? Да я все посчитала. Стянемся. Динь, ну мне так хочется нормальную семью. Ну сколько можно уже ругаться? Мне с прошлым мужем этого вот так хватило. Динь. Ты точно все подсчитала? Да? Ну, получается, Ольга ни при чем? Я тоже думал, что Ольга не виновна. Так что вот это неси, откуда принес. Татьяна Дмитриевна снова позвонила в детективное агентство. Ночью к ней на участок прилетела записка с угрозой. Так, а как это оказалось на вашем участке? Не знаю. Вышла на улицу, смотрю, что-то белеет. Ты сдохнешь, тварь, как твоя птица. Ну вот, новый мотив в деле. Месть. Да все тут понятно. Кто-то из учеников написал. Двоечников. Здохнишь. Тоже мне громотей. Да? Скажите, а кто-то из ваших учеников мог добраться до ваших ключей? Теоретически, да. Меня, если вызывают с урока, я им самостоятельную работу даю и ухожу. И, конечно, могла забыть сумку с ключами. Хорошо. Мы, конечно, отработаем версию детки. Но я думаю, это не они. Собаку вызываю. Ой, конечно. Нет, вы правы. Конечно. А вы подумайте, может, у вас с кем-то конфликт был. Может, у кого-то есть желание вам отомстить за что-нибудь. Ну, только если у Славика. Слава, брат мой, мы уже в ссоре три года, не разговариваем даже. Интересно, из-за чего ссора? Да. Это не важно. Ну, он, знаете, рохля, слюнтяй такой, всю жизнь не завидует. Хорошо. А он мог подобраться к вашим ключам? Он с Денисом, с сыном, продолжает общаться. Денис особо не распространяется на эту тему, но я даже думаю, что они видятся. А собака? Кстати, собака! Собака-то его! Собаку он как раз еще до ссоры отдал нам. Сам прокормить не мог. Ну, хорошо. А где нам этого Вячеслава разыскать? А он у гражданской жены своей, у Лерки, сейчас живет. Если, конечно, та его не выперла. Я сейчас ее телефон поищу. У меня где-то телефон ее есть. А дядя Слава здесь неподалеку, по соседству работает. Давно работает? Да нет, с неделю. Его Лера выгнала. Гражданская жена. А у нас как раз соседи искали дворника с проживанием. Вот я его и посоветовал. Деньги, конечно, смешные, но зато крыша над головой. А Лера его выгнал за что? Да, дядя опять работу потерял. Видимо, ей уже так все это надоело. Да тем более не прописано на нее. Что-то ваш дядя никак нормальную работу не найдет. Да заикается он. А для юриста это хана. Не может клиентам зубы заговаривать. Если его куда берут, то ненадолго. Зачем же он себе такую профессию выбрал, а? Бабуля хотела, чтобы он юристом был. Вот она его отдала в коммерческий вуз. А дядя думал, будет сидеть всю жизнь, документы в офисе подписывать. Откуда он знал, что такая конкуренция будет? Да еще характер. Ну вы как, согрелись? А, да-да, спасибо. Так что характер-то? Ну как вам сказать? Вспыльчивый. Чуть что, сразу заявление пишет. Это бабуля его избаловала. Это точно. А что за конфликт у него вышел с мамой-то вашей? Ну как, они судились из бабульной квартиры. Только, что уж там на самом деле было, мне никто не говорит. К детективу Игорю Лукино обратилась директор школы Татьяна Леонтьева. Из ее загородного дома пропал охотничий сокол Артур. А вскоре Татьяна Дмитриевна получила записку с угрозой. Подозрение пало на ее младшего брата Вячеслава. За неделю до кражи он лишился дома и работы. Детективы предполагают, что Вячеслав может потребовать выкуп за похищенную птицу. Ну, как говорится, не успели соскучиться. Вы уже успели со Славиком поговорить? Он действительно мог украсть моего Артурчика. Я думаю, об этом еще рановато судить. Слушайте, давайте пообедаем. Я вот такой вот борщ сварила. Вот, я прекрасно готовлю. Подожди, Татьяна Леонтьевна, я не голоден. Вы лучше скажите, из-за чего вы со своим братом Вячеславом судились? А вот это не имеет никакого отношения к нашему делу. А вообще-то, Игорь Петрович, мне на работу на самом деле надо. Давайте мы в другой раз поговорим. Вы меня простите за мою настойчивость, но это очень важно. Денис сказал, что вы квартиру бабушкину не поделили. Когда умерла наша со Славиком мама, он сам отказался от своей доли в наследстве. Интересно, почему? В пользу своего любимого племянника, сына моего Дениса. Да, мы с мужем всю жизнь с утра до ночи работали. На ребенка времени особо не было. А Славик у нас, вечный, безработный, был у него вместо няньки. Интересно, где же он жить собирался? У Лерки, у жены у своей гражданской. Ну, а дальше? Дальше повестка в суд пришла. Он, видите ли, обратно решил все отсудить. И главное, ведь наверняка он не сам это придумал. Это Лерка, как всегда, накрутит его, а он размазнял, у нее на поводу идет. Игорь Петрович выяснил, где сейчас живет и работает Вячеслав, и приехал к нему. Какое дело? Татьяна Дмитриевна моя клиентка, и я должен найти этого Сокола. Послушайте, идите, откуда пришли. Я не хочу говорить о Тане. Передайте пускательниц колбаской по автостраде, чтобы ее подняло и хлопнуло. Ну, что ж, придется в полицию обращаться. Ну, незаконное премикновение в жилище – это раз. Кража дорогостоящего имущества. Сокол ловчий потянет тысяч на сто. А мы пока что главный подозреваемый. Да не при чем я? Я одного не пойму. Почему? Сначала написали отказ от претензий на имущество, а потом стали требовать все обратно. Таня вам лапшу на уши навешивала, а вы верите. Когда мама умерла, я весь разбитый был. Сам себя не помнил. А тут Таня подсовывает бумагу. Подпишу, говорит, ерунда из ЖЭКа. А сама прикрывает рукой. Ну, я черканул. Оказалось, отказ. Но это же Филькина грамота. Была бы Филькина. Только Таня нотариуса нашла. Дала денег, он заверил. Ну, с чем дело закончилось? Проиграл я. Таня квартиру продала. Дом построила. Сочувствую. И все-таки обязан спросить, в понедельник вы где были? Тут был один. А хозяин вашу камеру не устанавливал? Может, запись имеется, а? Ставим. Пойду гляну. Детективы просматривали запись камеры наблюдения с дома, где Вячеслав работал сторожем. Ну что, похоже, у Вячеслава все достало. Ага. Ну, перемотай вперед, посмотрим, никуда он не отлучался. Да нет, так и греб два часа. Ясно. Вячеслав не виноват. А вот биологичка твоя настоящая злодейка. Не, на нее мы больше не работаем. Игорь Петрович, я с вами полностью согласен. Она со школьных времен совсем не изменилась. Знаете, как мы ее называли в школе? Кувалда. Это она с виду такая белая и пушистая, а на самом деле, о! А рассказать почему? Не надо, я и сам догадываюсь. В общем, поехали к Татьяне и скажем, что разрываем договор. Надеюсь, она с ней уехала. Здравствуйте. А я вам, кстати, звонил, вы почему-то не отвечаете. Наверное, звук забыл включить на телефоне, извините. Хорошо, что встретились. А я вот за продуктами ходил. Не знаю, что вам там мама наговорила про дядю Славу, но все это наделить на двадцать. Не способен он на гадости. Да это мы знаем. А мама что, уехала куда-то? Точнее, не приехала. На работе задержалась, но скоро обещала быть. А вы зачем к ней приехали? Ну, чтобы сказать, что мы больше не будем заниматься этим делом. Правда? А что так? Ну, это мы Татьяне Дмитриевне объясним. Спасибо вам. До свидания. До свидания. Через два часа Лукин вновь приехал к дому Татьяны Дмитриевны. Татьяна Дмитриевна, я знаю, кто написал записку с угрозами. Ты че творишь-то, а? Я ему работу дала. Я тебе работу дала. Ты мне угрожать? Подождите, подождите, Татьяна Дмитриевна. Вам человек ремонт хорошо сделал? Есть претензии? Покажите, чем вы недовольны. Но если все хорошо, так заплатите ему всю сумму. Я не поняла. Вы меня учить думаете, что ли? Я посадить его могу сейчас. Полное право имею. Дело, конечно, ваше. Только вы, человеку, не заплатили. А это, по меньшей мере, некрасиво. Хотите огласки? Слух о вас какой пойдет. Нашли, на ком экономить, а? Хорошо. Заплачу. Спасибо, спасибо. Рахмат. Татьяна Дмитриевна, холодно здесь. Вы бы шли в дом. Только дверь не закрывайте, я вас догоню. Жду. Артурчик, Артурчик, малыш. Ой, Господи, подождите секундочку. Сейчас. Одну минуточку. Одну минуточку. Артурчик, малыш мой. Артурчик, мальчик мой. Дитя мой хороший. Злоумышленник знал про вашу командировку, про ночной рейс, о том, что вы будете после этого отдыхать. Так вот он воспользовался своими ключами. Так. Да. Не нашел сокольничьи перчатки, одел обыкновенную и унес птицу. Да кто унес-то? Кто был-то? А это... Это Денис, ваш сын. Простая перчатка. Плохая защита от острых когтей, да? Когда я у него царапину на руке обнаружил, я сразу это понял. Денис. Зачем? Денис. Прости, мам. Ты же знаешь, как я хотел открыть свой центр для йоги. Но сколько можно горбатиться за копейки? У меня же семья теперь. Ты что? А Артурчик здесь при чем? Он чем виноват-то? Да разозлился я, мам, на тебя из аренды. Но мне очень нужно было то помещение у тебя в школе на льготных условиях хотя бы на первое время. Да я уже и группу набрал. Я раскручусь, вот увидишь, йога сейчас в тренде. Денис, да я бы тебе давно уже помогала, если бы ты старуху свою эту бросил. Мама, она не старуха, она моя жена, и я ее люблю. Жена. А ты что, ты что, считал, что вот после всей этой истории я стану тебе помогать? Татьяна Митлевна, я думаю, что Денис не стал бы вас шантажировать. Он бы вернул вам Артурчика, но сделал бы вид, что это именно он его и нашел. Ничего умнее я придумать не мог. Думал, верну тебе сокола, и ты... Боже, и я, значит, растаю. Я растаю. Какой ты дурак, боже ты мой! Какой же ты дурак, Денис! Ну вот что это за жизнь, а? Скажи, что это за жизнь? Я всю жизнь горбачусь, как лошадь. Муж три копейки в дом приносил, весь дом на мне! Сына выучила, образование высшее ему дала, чтобы он теперь йогом стал, индийским. И теперь ему еще помещение для этого организуй. А ты подумал, что обо мне сотрудники мои скажут? Директор школы вместе с семьей выгоду извлекает? Боже ты мой, Боже! Слушай, а женился как? Женился на старухе с двумя детьми! Ни образованию, ни профессии, ни работы! Татьяна Митвиновна, ну а братство вы зачем обманули? Я никого не обманывала. Что же это брат не похвастался вам, что я ему при разделе машину свою за это отдала? Правда, мы глазом моргнуть не успели, Лерка ее куда-то сбагрила. И Славка, между прочим, ни копеечки не видела от этих денег. Вы что, может, думаете, с квартирой было бы по-другому? Понимаешь, Денис, шантаж сама по себе вещь поганая. А тем более, когда это касается родственников. Конечно, кое в чем Татьяна Митвиновна не права, но у нее своя правда. Вам, Денис, уже пора становиться взрослым и самостоятельным. Татьяна Дмитриевна помогла Денису снять помещение и вернула долг Вячеславу, купив ему небольшую квартиру. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...